Привет! Меня зовут Лана, и сегодня мы путешествуем с вами по знаменитому Саду Богов в Колорадо Спрингс. Довольно забавная вещь, что люди, которые живут в другой стране, но сохраняют обычаи своего языка, начинают смешивать два языка в очень довольно комическом варианте. Вот, например, у нас наш Сад Богов по-английски звучит как Garden. Garden – это Сад of the Gods Богов. И пишется Gods, как Oh My God, но на самом деле это God, читается как God, и поэтому, соответственно, Сад превратился в Сад Гадов, Гадский Сад или Гадский Garden. Ну, вот так вот мы с юмором называем наш замечательный красивый парк, который был основан в 1909 году, но история его рассказывает о том, что в 1859 году два землемера пришли смотреть место, где можно раскинуть новый город, и они были поражены красотой. И один из них, видимо, любитель пива, воскликнул. О, это будет сад пива, это будет пивной сад. А другой, более романтичный товарищ, сказал, да какое пиво, ты что? Это же место, где должны собираться боги. И он назвал это место Сад Богов. Вот, с тех пор это название и пошло, Сад Богов. А в 1879-м Чарльз Перкинс, который был другом основателя Калара Спинселя, Уильяма Джейсона, Джексона Палмера, купил 408 акров земли, которая включала в себя вот этот самый Сад Богов. И после его смерти этот сад был передан городу Колорадо Спрингс в 1909 году с обязательным указанием, что этот парк всегда будет бесплатен для любого, кто хочет его посмотреть. Вот такие благородные люди основали наш парк. А сам генерал Палмер очень много сделал для города, и в том числе он владел землей, которая находилась в подножии вот этого здравения этого сада. И после его смерти эта земля тоже была бесплатно передана нашему городу. И теперь у нас там такой интересный музей, который к этому я. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, это далеко не весь парк. Парк довольно занимает огромную территорию, где очень много троп, в которых можно ходить по любым уровням развития. То есть можно ходить совершенно буквально инвалидом с маленькими колясочками можно ездить, можно мамон с колясочками ездить, а можно и довольно серьезно сделать хайк, серьезный проход по довольно крутым местам. И вот по этим вертикальным скалам, это действительно напоминает какие-то перья, или вознесенные кверху пальцы какие-то, в углу ним лазят скалолазы. Довольно крутой технический маршрут. Для того, чтобы туда попасть, нужно обязательно сделать ему разрешение, иначе вас просто туда не пустят лазить по скалам. Очень любимое место среди фотографов, любителей гулять с собаками, велосипедистов, которые любят горные крутые тропы, со скачками разными. То есть вот на все вкусы и деятельности можно найти себе здесь строку, есть места, есть хорошие площадки для пикника, где можно принести с кашишками, и даже вот там прямо зажарить, если надо, с соблюдением, конечно, правил пожарной безопасности. Есть прекраснейший музей и магазин. То есть вам нравится, что там лучше? Все прекрасная ювелирка, индейский стиль, индейское собственное дело. Ну и все, что относится к эмбире, эпохе Дикого Запада, и что хотите, и фотографии, и карты, и одежда, и макосины, изделия из камня и так далее, и так далее. Невзирая на огромное количество посетителей, в нашем парке есть огромное количество диких животных, которые совершенно не приручены и не подходят к вам за подаянием. Они находятся, их основные места пастбища находятся выше немножко, там, где генерал Палмер оставил место, где сейчас ничем, никем не занято и не имеет права занимать. Огромные такие поляны наверху, где живут такие вот бараны, круторогие. И косули. Вот. Они иногда зимой спускаются вниз, где чуть побольше зелени остается, и там спокойно себе пасутся по фолмам в районе нашего сада богов. Никто их не трогает, кроме фотографов, которые к ним пытаются подобраться поближе, но бараны и косули, они держат дистанцию. Вот. Никого не боятся совершенно, они спокойно себе отдыхают на полянах, около домов, которые находятся рядом с нашим садом, и, в общем-то, чувствуют себя там хозяин. Друзья, я надеюсь, что вам понравилась моя экскурсия. Если вам понравилась, подписывайтесь на мой канал, и я обещаю вам еще больше интересных и увлекательных путешествий по Америке, Испании и Мексике, и по Крыму.